Что если посмотреть на привычное, по-новому? Взять тонкий корпус, кьюлет-экран с миллиардом цветов и антибликовое покрытие. Добавить мощное звучание из флагманской акустики Яндекса и голосовое управление без пульта. С Алисой, которая понимает, чего я хочу. Безграничный контент с рекомендациями и все возможности станции. Алиса, какая погода вечером? Вечером дождь. Алиса, продолжи фильм. Забудьте про пульт. С новой Яндекс.ТВ станцией ПРО. Мы скоро поедем, скорее всего, в путешествие какое-нибудь. Наконец-но, наконец-но. Можно, пожалуйста, ребенка успокоить там вот? У меня бьюти-блок. Вы ведете какую-то снимаете? У вас все называется, нормальная подруга. Сходила я на массаж. Я сюда ехала на Комфорт Плюсе. Я так отвыкла ездить на Комфорт Плюсе. И мы так быстро долетели. Я такая сижу, думаю, вот это да. Причем получилось быстрее, чем показывал навигатор. Прикиньте. Вот так вот с сегодняшнего дня. А я решила сесть на диету такую, что не свойственно мне. И с сегодняшнего дня я села на диету под названием интервальное голодание. Я, правда, выбрала самый щадящий режим. Это 10-14. Проверим, насколько мне хватит. Ну что же, я купила себе курочку оливье. Сейчас приду, как наемся, как наемся. Пойдем с Васькой гулять. А потом, как погуляем, домой надо вернуться мне обязательно в 7 часов вечера, чтобы успеть поесть до 8. И в 8 всего только чаи. Посмотрим, как это будет эффективно или неэффективно. Сложно или несложно. Я вам все буду рассказывать. Погодка просто пушка. Мы с Васюшкой идем за кофеечком. А папа у нас с Ванькой гуляет во дворе. Мы взьем кофеечек и пойдем к нему во двор. Мой глаз продолжает слезиться из последних новостей. И знаете что? Вчера вечером он даже начал гноиться. Вот. Вот что значит. Грязными руками на улице потерла глаз. Посмотрите, какая красотка. Что за красотка? Просто посмотрите, как отдыхает лучший отец в мире. Сидит. Я сегодня посмотрела влог про наши 3 дня. Чтобы наслаждаться моментом. Принесли мой картер. Папа, я есть хочу. Боже, как круто. Как вкусно пахнет. Вот такие пироги. Я не представляю, как будут еще эти 2 дня. Это так классно. Я не знаю, смотрели вы или нет, но мне так понравилось. Я с таким удовольствием посмотрела этот влог. Это правда было интересно смотреть. Очень. И я даже переживала там вместе с муженькой какие-то моменты, когда плакали все дети. Вот такой контраст. Это так забавно просто смотреть было. Такой контраст у меня там. Все так классно. Такая тишина. И тут у него просто ау. Какое золото у меня мужчина. Так справился идеально совсем. Вот видите, я даже всплакнуть. Глаз никак не проходит. Вот такие дела. Знаете, каким вопросом сейчас задалась? Поняла, что Ваньке 4 месяца через неделю. А это значит, что уже приближается время, когда мы скоро поедем, скорее всего, в путешествие в какое-нибудь. И нам нужно знать, о чем задуматься. О коляске для Вани. Мы же ее ешку продали, в которой Васька ездила. Собственно, снова встает вопрос, какая на сегодняшний день коляска будет такая же классная, как ее. Но и при этом Ваньке 4 месяца. То есть ему пока еще нельзя сидеть. А значит, не все коляски подходят. У ее, я знаю, есть люлька для малышей. Вот, собственно, вот сейчас обсуждаем этот моментик. Мы же скоро едем в Казань на концерт хлеба. А значит, мини-путешествие. А значит, нужна коляска. А значит, какую брать, пока непонятно. Неделя у нас на это про все, чтобы решить и выяснить. Начинаем поиски. Так торопилась, так торопилась, что даже забыла снимать, чтобы вы были вместе со мной, как я бегу домой. Короче, время 19.45. Я ужинаю, потому что через 15 минут надо завершить прием пищи. Раину смотрим в лоб. Что это за красивая женщина? Через 15 минут у меня заканчивается прием пищи. И начинается только чаевничество. Только чай, можно будет пить водичку. Поэтому стараюсь быстрее успеть поесть. Осталось 15 минут. Да, 15 минут. Знаете, какое странное чувство поймалось сейчас? Вот я доела свой ужин. Время 19.49. У меня еще, по идее, есть 11 минут. И я такая, может быть, что-то еще в себя запихать? Ну, типа, я сытая. Но сразу же мысли, о боже, я же могу не успеть. Надо срочно что-то еще сочирать. Что-то, что, что, не важно, что, что-нибудь. И потом я когда сижу и такая, так спокойно. Все. Ты наелась. Все, закончили. 8 часов. Впереди теперь что? Впереди теперь ожидание до 10 утра. Теперь следующий прием пищи у меня будет в 10 утра. Как мы обычно завтракаем. Вот и все. Грушу ешь, да? Блин, да. Я все-таки решила порезать себе грушку. У меня осталось 8 минут, Вася. Вот это поддержка. Вот это я понимаю. Ну все, 20.00. Груш съела. Успела. Отжали одну долечку, но ничего. Ну все, не зайка, все время 8, мне больше нельзя уже кушать. Так интересно, как будет проходить этот процесс интервального голодания. Большинство голодают 16-8, а я вот 10-14, у меня самый щадящий голод. Если это можно вообще назвать голодом на самом деле, потому что по идее это просто правильное питание в плане того, что правильный режим питания. То есть я ложусь спать там где-то часов в 12, и вот я в 8 за 4 часа до сна перестаю есть. Вообще надо по правилам, ну не по правилам, а короче по комфорту считается, что нужно заканчивать прием пищи за 2 часа до сна, вот. Поэтому, да. А у меня получается за 4 часа, ну вот проверим, как это будет отражаться на всем. А мы все продолжаем влог смотреть. Папу ждем еще. Папа у нас скоро приедет с массажа. Ну что, первое утро после интервального голодания. Как оно? Нормально. Нормально? Как обычное. Мне кажется, я вчера просто переживала, что было очень голодать. Ну нет, просто вот это дело привычки что? А привыкли есть. Ужинать в 10 вечера, а я закончила в 8 и больше поесть ничего не могу. А-а-а! Так какая красота! Что я могу есть сколько захочу! Нямки ням! А-а-а! Вот�ng такая женщина. А ты планируешь постепенно увеличить окно? Угу. Да? Разве? Ну я хочу 16.8 — это такая, классическая все, мне кажется, берут. Я не решилась на него сразу, взяла 10.14. Но то, которое 4 часа только ешь, а остальное время не ешь, такое я не хочу. Ну, у меня нет цели исхудать. У меня цель чуть-чуть убрать. Я не планирую прям худеть. Я не хочу быть 48 килограмм, мне это не надо. Ну, мне не нравится такое тело. Я хочу просто скинуть лишнее для меня. Мне кажется, это несложно. Вообще держать под контролем свое питание, это вообще несложно. Просто... Мне просто не нравится, что мы едим в 10 вечера, а потом ложимся спать. Мне нравится мысль, что я буду заканчивать прием пищи за часа 3 до сна. Вчера у меня получила... А закончила еду я в 8. Ну, прикиньте, я за 5 часов до сна. Зато я молодец, я пуки выпускаю. Одна мысль только об этом. Почему ты меня так... Зато я молодец, я пуки выпускаю. Но ты выглядишь очень худой. У вас есть свое похудение. Да, у меня свое похудение, а это... В смысле, газовая диета. Не, приходите на мне в мастер-класс, а я вам покажу, как называется газовая диета. Это газа, а это гелик. Лата, та гагаза, а гагаза, это белик. Лата, та же монага, а буляги, аликерик. Я просто не могу, друзья. Я осознал, что я жестко мечтаю. Я хочу полететь в Китай. Хочу путешествовать в Китай. Я скажу... А ты что будешь так? Ты что, пап, будешь говорить? Всем привет, всем привет. Дай мне колбасу, сосиску. Мне не надо знать китайский язык, потому что ты знаешь китайский язык. Ты уже не раз мне показывал. Сейчас скажи, всем привет. Где у вас здесь продается колбаса? Всем привет. Друзья, дружба. Вот, значит, мне, соответственно, не надо и не знать китайский язык. Просто я не знаю. Что? Я не знаю, как сказать у продавца. Можно, пожалуйста, мне взять еду и оплатить деньги? Я это не знаю. А что ты сейчас сказал по-китайски? По-китайски то, что ты сказал. Дайте сосиску. Повтори, как будет дать сосиску. Суан, чун, бис, ва. А, дайте кока-колу. Дайте кока-колу. А скажи еще по-китайски, знаешь, что? Вас в Китае живет очень много людей. Подпишитесь, пожалуйста, все на наш канал, и мы тогда станем самые популярные блогеры. Это очень много, я по кускам. Давай. Вас в Китае живет очень много людей. Ваши мертвы страны олажные. Подпишитесь все на наш канал. Ваши виски, в страны, канал. И тогда мы станем самые популярные блогеры. И тогда мы станем самые популярные блогеры. Все просили мейкап в комментариях. Можешь просто рассказать, как вот из этого превращается женщина в ту, которую все видят? В ту, которую все говорят, что она красивая, из вот этого. Так, друзья, здравствуйте. Да, это я. Кто меня не узнал, это я. Ну что ж, покажу вам свой каждодневный, ежедневный макияж. Начну я с Чанель. Чанель. Короче, он такой у меня видит. Чанель, мне кажется, сейчас половина зрителей такие, ну все понятно тогда. Да ну в смысле, сейчас это все можно заказать. Вот поехала у тебя подружка отдыхать. Попроси, пускай в дютике купят. А сколько стоит, Чанель? Я брала, по-моему, за 5 или 6 тысяч этот флакон. Я его купила, знаете, когда, это капец как надолго. Это раз, два. Это просто потрясающе вообще такой этот флюид с таким легким нанесением. Пилюсо закрой рукой. Сфокусировать не могу. Вот, видите, какие там частички. Что так надо делать, как все? Частички. И самое клевое, что тут еще и дозатором поднимается все это. Это все увлажняет очень круто. Вот я наношу вот так, значит, на лицо. Ничего не меняется. Да, конечно. Вообще этот тон. Он просто не делает сильный тон. Он делает легкий тон. Если у вас при этом подзагорелая кожа, будь здоров, то для вас это будет вообще суперкрутая штука, потому что он выравнивает тон и делает немного, добавляет тон. Видите, я уже не такая бледная. А вы знаете, что Лена... Лена что? Что Лена родственница Гарри Поттера. Видели у нее шрам этот на лбу? У меня нет шрама на лбу. Родимое пятно это не шрам. Так, кнутом когда ударили в деревню. Или что это такое? Почему кнутом? Что вообще ты несешь? Что люди подумают? Так, достаю все, что мне сейчас необходимо. Ой, я забыла. У меня же ЦЦ для глаз в сумке лежит. Вчера на массажах... Буха! Вот, про какой. Не ЦЦ, Биби, наврала. Биби. Вот, видите, на Васюшеньку он не фокусируется. Видите, вот Биби для глаз. Биби-ай. Биби-ай. Как будто детям объясняют дорожное движение. Биби-ай. Аккуратно. Наносится на кожу вокруг глаз, чтобы убрать тут синеву. Это когда ты вино попила вечером? И это тоже. Вот это вот синеву с лица. Ну, вообще синева сейчас от невыспанности, а не от вина. Что синева? От невыспанности, а не от вина. Еще не пила так вина, чтобы утром было синева. Да и я не могу сейчас представить, как можно напиться вечером, когда в ночи надо кормить ребенка. А синева? Это если бы ты сейчас взял на себя кормление. Я бы могла. А я и рад, может быть. Я его каждую ночь к груди прикладываю, а он ничего не ест. Итак, начнем с оформления бровей. Оформление бровей. Да, брови оформляют. У кого он отдаился? Давайте сегодня оформим ваши брови. Вот эти две волосатые полоски. Иногда я оформляю брови вот таким лайнером от NYX, но его уже не купить здесь. В общем, вот такой вот еще есть карандашик. С одной стороны щеточка, с другой стороны карандашик. И вот последние дни я вот этим карандашиком щеточкой делаю брови. Вообще, я не показала вам. Видели, какое у меня крутое зеркало? Смотрите, какую красоту я себе купила. Я так хотела себе поменять зеркало, и я увидела в Борг зеркало. Посмотрите. Во-первых, оно включается. Во-вторых, оно отражает. В общем, тут есть свет такой. Есть свет вот такой. И типа натуральный. А здесь есть ничего такой свет? Три света. Желтый, холодный и естественный. Но я пока не нуждаюсь в свете, поэтому вот так. Ну подождите, дайте договорить-то. Ну господи, что вы все перебиваете? Не та, а ты. А еще здесь смотрите. Не та, а ты. Не та, а ты. Я не могу прокомментировать ничего. У меня эти люди не имеют. Три светы. Три светы. Смотрите, вот здесь вот так вот. Не та, а ты. Регулируется. Светы. Подставочка. И еще. Это еще не все. Смотрите, что еще делает это. Оно вот такое, а можно сделать. Оп. И повыше. Это вообще пушка. Пушка с макадушкой. Я обожаю. И это еще не все, представляете? Знаете, что у меня еще есть в этом зеркале? В этом зеркале еще в наборе идет вот такой вот чехольчик, в котором лежит зеркало-увеличитель. Посмотрите, как круто. О, смотри, туннель. Короче, смотрите, как выглядит вот это зеркало. Смотрю сейчас, значит, зеркало и такая, о, прыщ. Шлеп на магните. И лицо сразу очень большое. На магните, прикиньте, на магните. Вы такое где видели? Продолжаем оформление бровей. Итак, делаем бровы. Конечно, сначала мы их причесываем. Далее делаем к дондашкам. Вам, чтобы было видно, делаю так. Сначала две брови закрашиваю, а потом уже корректирую, где вылезаю очень сильно. Ну вот, брови готовы. Дальше я крашусь тушей. У меня сейчас две туши. Одна вот такая. Вот такая тушь. А вторая вот такая. Холика. О, Холи. Холика, Холика, да. В общем, вот эта мне очень понравилась, знаете, чем? Я была удивлена, но мне понравилась очень сильно щёточка. Я такое не люблю, но тут что-то мне прям очень понравилось. Очень классно прокрашивает. А здесь моя любовь, потому что она коричневая. Не люблю силиконовые щёточки, но это оказалось вполне себе, вполне себе хорошее. Я сейчас накрашусь Холика-Холика и покажу вам, что будет. Так, ну сперва я не тушу накрашусь, что я обманываю это вас. Сперва я немножко добавлю ещё тона на лицо, потому что мне, например, Шанельки недостаточно по причине того, что... А, я слишком бледная. Поэтому я вот, смотрите, вот такой от Миши, ага, Биби, добавляю на область около носа, немножко щёк. Он очень круто выравнивает, видишь, какой красивый. И, конечно же, на носик. Может, тебя тоже Мишей намазать? Что? Миша, тоже тебя намазать Мишей. Мишей? Да. Нет, меня давать... Толей! Знаете, это была такая сейчас ожидаемая шутка. Извините, у меня оповещение на часах. Да-да. Новое уведомление. А спросите, а с кем ребёнок? Телеграм-канале Кукояки. А с кем ребёнок, скажите, пожалуйста. Какой именно ребёнок? Младший. Орёт, потому что младший. Ну, младший орёт. Потому что он со старшей? Да. Потому что отец пошёл делать еду, потому что... Горе-мать-то у нас бьюти-блогер. Сидит тут, Мишу на лицо наносит, а ребёнок там с голоду корчится. Ваня сейчас так письку свою дёргал. Жесть. Вообще, я думала, он оторвёт её. Весь в отца. Итак, значит, выровняла тон. Как вам? Нету больше моих вот этих супер-покраснений. Вот тут, тут, там, там, сям. По всему, короче. Уже хорошо. Осталось тушью накраситься и румян добавить. Итак, красимся тушью. Можно, пожалуйста, ребёнка успокоить там вот? У меня бьюти-блог. Есть вероятность, что ко мне потом придут какие-нибудь классные косметические средства на рекламу. Теперь звоните, если у Комитета придут. Вот с такого бьюти-блогер. Если что, всё это время, пока он кричал, я просто делаю ему еду. Не думайте, что мы такие, типа, я там это, а она там это. Вась такая помощница. Он говорит, я делаю что угодно, он всё равно плачет. Она перед ним там танцует, развлекает того, чтобы он не плакал. А он, видите, он просто есть хочет очень. Так, ну всё, все счастливы? Ребёнка пошли кормить. Отец пошёл кормить ребёнка. Всё хорошо, можно продолжить. Итак, красимся тушью. Красимся Холика-Холика. Я не знаю, что комментировать, ребят. Вот классная тушь. Смотрите, как ресницы прокрашивает. Девчата, точнее. Ко мне пришёл этот бренд, на самом деле, на рекламу. И потом они что-то передумали. Вот, и у меня осталась косметика. И мне понравилась очень тушь. Смотрите, какая красота. Круто, да? Сейчас второй глаз прокрашу сразу, и потом покажу вам. Накрасила глазки, теперь подчищаем промахи. Красиво, мне нравится тушь. Что я делаю дальше? Дальше я беру вот такой корректор. Вот такой отшу. Номер у меня 31. Да, 31. На кисточку наношу. И убираю такие вот места, которыми я иду. Тут вот какие-то там прыщики, покраснения там ещё не закрасились. Я убираю. Корректор очень плотненький и от этого очень классный. Наношу я его только кисточкой. Пальцем не наносила ни разу, поэтому не знаю, как работает. Могу немного добавить под глаза. Чуть высветлить эту зону и сделать взгляд посветлее. Посвежее, в смысле. Светляя зону вот здесь вот, взгляд становится более свеженький. Вот такая красота у нас уже образовывается. Это ты про меня? Знаете, я образовался в кадре. Вот такая красота у нас образовывается. Далее я буду сейчас наносить гумяна. Блин, да, теперь уже не скажешь, что ты из клана Гарри Поттера. Что, мол, мне пропало? Я покормил ребёнка. Умница. Просто золото, а не мужчину. Да, теперь два дня меня не беспокой. Вот так вот. Один раз покормила, говорит, два дня не беспокой. Так, пальчиком можно прибить, чтобы... Прибить, в смысле, тон, который нанесла, можно прибить пальчиком, чтобы поплотнее лёг. И далее у нас будут румяна. Румяна я использую, два вида румяна. Имеете в виду, что я имею в виду? Я имею в виду, что у меня вот такая палетка от Make Up For Ever. И тут у меня вот эти две основные. Вот эта третья, это то же самое, что и посерединке. Просто она новая, я её пока поэтому не пользую. А вот они две, видите? Как сильно пользую эту и как немножечко наношу вот этих. Что я делаю? Я беру кисть. С одной стороны у меня такой более скошенный край. И вот эти вот, которые посередке, которые коричневые, я наношу вот так вот. Меня как-то на съёмках накрасили вот этим вот. И я такая, ой, круто, мне нравится. Я делаю вот так. Это не... ну как бы это можно как скульптор использовать, но у меня это просто как румяна. И, собственно, я это растушевываю. Ой, 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 ой. Дальше я беру немного на кисть розовенького и добавляю это розовенькое вот сюда на щечке, вот сюда. Готово. Мой ежедневный макияж готов. Чуть-чуть сейчас сюда еще добавлю. Я сказала готов, но сейчас, подождите, сейчас самый малый. Ну да, как-то так. Готово. Мой макияж готов. А по поводу волос, смотрите, у меня нарощенные, слегка, видите, с завитушечкой. И я поэтому стараюсь, я вот их помыла, стараюсь их высушить без фена. И они тогда вот такие вот немножечко небрежненькие остаются, и это очень мне нравится. Вот, но я в следующий раз покажу вам, как я делаю пудри. Я думаю, что я это сделаю на днях, так что скоро увидимся. А я вас обманула. Я знаете, что не сделала? Сейчас покажу. Вот что. Рель для бровей не использовала, а очень надо. Надо же зафиксировать мои чудесные брови. Ну, так, другое дело. А еще знаете, что сделаю, пожалуй? Пожалуй, припудрюсь сразу. Зафиксирую все это. Пудра у меня, смотрите, какая сейчас. Вот такая. Вот такая пудра, и она рассыпчатая. Всегда это, на самом деле, удобно. У меня есть в сумке с собой я ношу прессованную пудру. Сейчас тут использую рассыпчатую. Припудрила обязательно вейки, чтобы не отпечатывалась тушь. Ну, теперь точно все. Ежедневный мой макияж. А хотите, покажу вам еще? У меня есть румяна, которые я сегодня не использовала, но мне они очень нравятся. У меня две такие палеточки. Это тоже Холика-Холика. Я одни ношу с собой в сумке на случай, когда нужно быстренько создать румянец на лице. Вот такие вот румяна. Они вот такие манюнечки с таким спонжиком. И вот тут открывается окошечко. Чик. И делают румяшки. Они такие тут розовенькие. Очень классно. Сразу же такое свеженькое лицо. Мне очень нравится. Вот так что, если что, советую. Если вы видите такие, обратите внимание. Очень удобно с собой в сумку положить. Вот. И чтобы в течение дня сделать легкий румянец на лице. Потому что там сразу же и кисточка получается с этим спонжиком. Короче. Короче. Вы поняли. Итак. У меня сегодня гонг-медитация. Я так сильно-стильно на нее хочу. Я, значит, собрала четверых подружек. Одна из подружек был мой муж. В общем, он в итоге не пошел с нами. На это место Люси пригласила свою подругу. Вот. И в итоге только что не идет еще одна моя подруга. Итого идем я, Люси и ее подруга. Я надеюсь, они не опоздают. А то я одна буду на этой гонг-медитации. Короче. Я забежала поесть перед медитацией. Потому что я же на интервальном голодании быстро-быстро проглотила тартар. Запила его водой. Съела все хлебушки, которые мне там принесли. Вот. И, короче говоря, в общем, взяла копеек. Теперь иду мне 7 минут до медитации. Медитация начинается как раз минут через 10. В общем, вот такие дела. Мне все нравится. Все прекрасно. Так. Ну что же. Без одной минуты и я у дверей. Встречаю Люси. Третий человек вроде как тоже там. Так что начинаем нашу медитацию вечернюю. Короче, я там засняла. Все в темноте, но в моменте, когда было очень громко. Я такое странное чувство испытала. Ну, у меня какой-то легкий страх появился. И был такой, когда... Чувствовала, когда ты ребенок так потела. Вот здесь, да. Я буду так забивать. Я такая так интересная. Это сейчас трамвай на улице или все-таки отгонка идет? Вибрация. Я, кстати, боюсь представить, что был бы и спе легла головой в ту сторону. Мне кажется, я вот так вот по себе не приятно. Я не могу, а я такая, блин, надо болеть. В какой-то момент у меня была мысль, я может перевернуться. Но не решилась. Ну ладно, для первого раза достаточно. На следующий раз идем на ту, которая длится ночная. Он, по-моему, там 4 часа идет, что-либо. Я посплю хотела. Можно прием взять? Какой смысл? Спим в группе. Групповой спать. Слушайте, неплохо. Групповой сон. Это не так? А это как называется? Групповой сон. Да, это так и называется. А то скажешь, а у вас было в группе? Я скажу, да. Да, сон. Так, а вообще я хотела вот это пожмакать. Спать, спать. Это же ничего страшного. Я же ничего не нарушу, если я вот это пожмакаю. Я все уволю, слятся. Блин, похоже это? Не знаю, на что похоже. Я на слугу, но они. Но вообще тяжелые. Конечно. Я за домой. И спать хочется. Расслабилась. Видимо, на медитации так расслабилась. Вот. В общем, это было интересно. Это было прикольно. Но это надо явно делать чаще, чтобы уметь погружаться гораздо сильнее в момент медитации. Вот. Да и вообще медитации, это явно не одноразовая штука. Чтобы это прям проходило качественно, это надо все-таки на регулярной основе делать. Вот. Все пытаюсь поставить себе на поток. Эти ножки тоже надо помассировать. Могу. Смотрите. Вот так тоже. Мне там нажимают и вам тоже. Вот смотрите. Массаж. Массаж. Сегодня второй день получается. Как я на интервальном. Вообще нормально. Мне кажется, из-за того, что я взяла такой щадящий график 10-14. Вообще прям мне даже нравится очень. Ничуть не тяжело, а очень классно. Иногда хочется вечером чего-нибудь съесть, типа там, фруктик какой-то. Но вполне такая себе привычка, от которой легко отказаться. Вот сегодня у меня в планах массаж лица в 11 утра. После этого я планирую забежать там в один магазин джинсов, поставить, но это если успеем. И потом на встречу с подругой. А после я возвращаюсь сюда домой. И вечером у нас придут гости. Надо было зайти в магазинчик. Здесь у нас есть отличный с детскими товарами. И купить подарочек. Вот такие планы. Сделала массаж лица. Было больно, но глазно. Но кожа накрасилась. Иду достаточно. Тут столько всего. Тут столько джинсов. Здесь санте-зон, например, все. Это как будто тут богиня примерки делала. Потому что тут удобнее не только с подружкой. Знаю, сможем просто посмотреть. Это же мне ваше стопотворение. Вот я в восторге вообще. Ну, не только джинсы можно купить, но и пофоткаться просто красиво. Итак, цветы куплены. Двое джинс и футболка. И еще шортики для дома. Купила вот в этом магазине. Название очень сложно произнести, но я вам покажу. В общем, находится это на Цветном бульваре. По адресу Петровский бульвар 21. Вот так называется магазин. По крайней мере, заглянуть сюда точно стоит. Вот, я советую. А я жду такси и еду на встречу с подругой. Вот смотрите на это небо. Ну, красота же. Так, я на районе. И как хорошо, что есть вот такие магазинчики отдельно стоящие. Я иду к кенгуру. Вот, так что сейчас куплю подарок. И потом идем домой. Так, подарок куплен. Хотела купить бодик Ваньке. Вот такая беру. Думаю, какой красивый бодик, классный. А потом такая на кассу подхожу, смотрю в Дольче Габбан и написано ценник 37 тысяч. Я представила, как он его завтра же обслюнявит. Укакает. И я такая, ну блин, нет, так не пойдет. За 37 тысяч бодик он относится всего пару дней. И потом я его не отстираю. Поэтому, нет, я такое не могу купить. Поэтому купила подешевле. И они еще. Я купила два бодика и они. Вверху у них воротничок, как у пола. Муженька сейчас любит ходить дома в поло. И теперь у Ваньки будет бодик, который похож отчасти на поло. Это так символично будет, так клево. Сейчас приду домой, постираю, быстренько одену. И потом будет встречать такой папу. Прикольно. А еще купила Ване соску. Да блин. Соску, короче, с усами. Я ее видела, когда родилась Васька. Так я думаю, блин, ну Ваське такое не купишь. Она же девочка. А тут у меня сын, и я могу купить соску с усами. Ну, чисто поржать. Сейчас, короче, пойду домой, простерилизую. И посмотрю, как это будет смотреться. Думаю, так весело. Опять же, мужу не скажу. Но постерилизую, дам Ваньке. И попрошу мужа подержать Ваньку. Посмотрим на его реакцию. А еще я такая вдохновленная домой. От того, что сходила на массаж, встретилась с подругой. Так классно. Накупила подарков. Ай, домой десертик везу. Еще муженьки и Ваське там конфету. Так прекрасно, так здорово. Так мало надо для счастья. И просто еще погода. Такая солнечная. Очень заряжает. Как же все-таки на меня действует положительное солнышко. Хотя настроение зависит никогда не от погоды. Вот, да, между прочим. Можно и в дождях очень круто себя чувствовать. Итак, я простерилизовала Ванькину соску. Выглядит она вот так вот. Вот так она выглядит. Видите, такие усики. Сейчас я Ваньке буду ее одевать. Подходить, показывать. Шутка пока отменяется. Вань вообще соску не хочет сосать пока что. Так что подождем момента. У нас очень серьезный мужчина. Он правда его клевывает пока. У нас уже долго лежат мешочки эти. Прислали подарки Ваньке. Давай откроем с тобой. Так, конечно, конечно. Грязнющая пижама, караул. Конечно, конечно. Я вот это, вот это. Давай, я вот это открою. Не, я хочу это. Ну тогда помогай. Вот вытаскивай из этого мешочка что-то. Там, наверное, это Кобизон, Ваня. Ой, а тут, ух ты, вот это не все. Тут еще, смотри. Бодик. Это слишком большой для него пока. Слишком большой для него пока. Слишком большой, почему? Какой размер? Варм. Варм размер тут 62-68. Это сейчас то, что я ему как раз беру. Ну он типа до 68, но тем не менее он уже с 62. А Ваньке сейчас 62 очень даже хорошо. А это? Очень красивый комбез. Это бодик. Тут еще что-то. О, шапчонка. Ау, как это так и написано. Муж как-то читается. Это же ау. 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 Шапчонка. Блин, такое прикольное качество. Ванька, это все тебе. Вот, смотрите. Не мне, не маме. Органик. Бэйби бренд. Рекомендации по уходу. Ванька, это все тебе. Пингвин. Должны федер. У них на обложке пингвинчик. Что тут у нас? О, кажется, еще один будет. Ого. Такой другого цвета. Ой, какая косота. Ой, такие они мягонькие. Я взросла, вот этот пингвин. Вот еще что-то в махровом мешочке. Ой, какой махровый комбезик. Какая прелесть. Ой, какой хороший. Тоже с пингвинчиком. Ой, шапка. Огонь вообще. Как клевый. Главное, у этого комбезика еще и капюшон. И еще один у меня тут комбезик. Очень все мягкое. Такие красивые цвета. Мешочки, главное, такие клевые. Это плавные ялца. Они, это полотенце. Полотенце, да. Ой, обожаю. Мои. С капюшончиком, да? Это как и... Это, мне кажется, это мне или Ваня все? Это все Ваня. Тебе тоже, мне кажется, маленькое. Не, мне кажется. Хотя, как будто бы тебе это подходит сейчас. Размер хороший. Пока что это мне будет. Пока что тебе? Да. Вот, смотрите, отжала один. Один мешочек отжали. А дай посмотрим, какой тут размер у полотенца. Один размер. Тут не написано. А дай мне полотенце посмотрю. Короче, я не знаю размер полотенца, но могу сказать одно точно. Что это полотенце подойдет на 6,5 лет. Поэтому очень классно. Поэтому это мне. Оно очень милое, очень красивое. Пойду вот так в банку. Хей, пацаны, я тут в банке. Еще самое клевое, что вот эти мешочки можно использовать в путешествиях. Для украшения. Складывай детские вещи сюда же, в эти мешочки, чтобы распределить. Здесь там такие бодики, здесь кофточки, здесь трусишки. Здесь туда, здесь туда. Здесь сюда, здесь туда. Обожаю все эти мешочки. О, записка. Дорогая Лена, пусть каждый день с младенцем доставляет только улыбку. Надеемся, вам понравятся наши комбинезоны на молнии. И упростят рутину с малышом. Обнимаем и желаем чудесного дня. С любовью и теплом. Ау, мозг. Это вообще огонь. То, что здесь молния, это самое лучшее. Потому что вот этот мужчина. Ненавижу бодики с кнопками. Таких придумали люди, которые ненавидят родителей, детей. Потому что это самое сложное. Когда особенно в ночи ты меняешь бодики, если вдруг малыш отписался. И кнопки пока застегнешь, это просто с ума сойти. Поэтому молния, это лучшее, что можно было придумать на детском бодике. Молния и еще магниты у нас есть на магнитах вводят. Просто советую. Подарок. Лучший подарок. Для себя. Ну, в смысле для своего малыша. Лучшая покупка. Поэтому обязательно покупайте. Класс. Привет. Сегодня я со своей подругой. Лада. А, и мы сейчас будем делать все вот это вот. Будем прыгать. Показывать косметику. И вот будем показывать. А, у нее сегодня дождение. И я покажу, какие у нее есть всякие подарочки. То, что я ей подоила. Прыгаскок. Прыгаскок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Видишь, вы это снимаете? Да. Вот это мои ноготочки. Она мне подоила. Собачка еще где-то была. Мы с тобой подулки. Вот это у тебя колпак. Посмотри. Может, Леппа пойдем еще, да? Нет. Ты это, на этот микрофон. Я знаю такую песню. Такую, такая, такие-то, китая. Мы покатаемся и расскажем им. Э, подожди меня. Подожди. Вот я и залезла. Вот, что называется, нормальная подруга. А куда ты, папе, залезла? Знаешь такую песню? Стикерсы. Магнит получает. Стикерсы. Стикерсы. Во. Вот столько стекеров. Покази. Давай будем делать распаковку. Давай. Кто стилист, кто стилист, визажист? Я. 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 Так, как вы помните, я на интервальном голодании. Уже неделю, по-моему, уже неделю. В общем. Не неделю, мне кажется, уже где-то пару денечков. В общем, я встала на весы. И знаете что? Я пополнела. Я бы даже сказала, пожирнела. Как так?